Что произошло в пятницу рядом с Баром Довлатов? Ну, в пятницу рядом с Баром... Ну, не рядом с Баром Довлатов. Значит, мы вообще-то на самом деле повесили информацию о том, что Бар Довлатов не имеет права свою незаконную деятельность проводить, потому что от 13 мая 2019 года Роспотребнадзор вынес постановление о временном запрете деятельности на основании того, что этот бар находится... Самое неустранимое нарушение – это нахождение предприятия общественного питания в жилом этаже жилого дома. Все. Это неустранимое. Это называется САНПИН 2.2. Значит, это неустранимое нарушение, которое, скажем так, вот просто все, закрывается. Значит, подключение к канализации общедомовой. Мало того, это находится во дворе колодцы дома. Значит, разгрузка-погрузка у нас получается именно со стороны двора, что запрещено с САНПИНами. Значит, у него нету кассового аппарата, на что у нас есть документы, я показывала. У него нету лицензии на алкоголь, на что у нас есть из Роспотребнадзора, значит, тоже бумага. У него нет, значит, санитарных книжек в протоколе, значит, это все написано. То есть все документы есть. Трудовых книжек тоже нет, МДФЛ он не платит, вытяжки, значит, у него нет. Соответственно, он не может вести никакой работы. Соответственно, если, значит, у него это закрытие происходит. 11 июня инспектор Роспотребнадзора опечатала этот бар, значит, наложила пломбы на входную дверь, на два санузла, на кухню и опечатала холодильник. То есть, грубо говоря, какие могут быть фестивали в опечатанном баре. Кроме того, по формулировке Роспотребнадзора, который, значит, у нас именно в постановлении написано, что это несет угрозу жизни и здоровью граждан. Значит, если мошенническим путем, значит, ООО «Контраст» Барда Влада заключает договоры с организаторами стендапа, вводя их в заблуждение, понимаете, организаторы как бы не очень пострадают. Но люди, которые туда придут, они подвергаются угрозе жизни и здоровью, о которых их «Контраст» не предупреждает, потому что он, грубо говоря, нарушает закон, срывает эти пломбы, приглашает туда людей. Кроме того, значит, он захватывает с 21 сентября нашу домовую арку. Но, если хотите, мы сейчас можем пройти посмотреть. И, значит, световой двор, который принадлежит всем собственникам, да, всем. То есть вообще получается нонсенс. Захватив наше общедомовое имущество, он жалуется на то, что мы извещаем людей о том, что он закрыт по решению Роспотребнадзора, опечатан, да, и там, как бы, нельзя проводить никакие фестивали. Это запрещено законом. То есть нонсенс, да, человек, который захватывает, он еще и жалуется на то, что, в принципе, он еще и сделал, и плюс еще несет угрозу жизни, здоровью людей. Следовательно, значит, мы повесили на наши ворота, вывесили информацию, копии вот этих самых постановлений. Для того, во-первых, чтобы, ну, скажем так, как бы это парадоксально не звучало, но мы, в общем, как бы где-то, да, спасали здоровье людей тоже, этих самых посетителей, которые, в принципе, были не в курсе. Наша была задача, во-первых, инвестить, во-вторых, была задача привлечь внимание к тому, к той ситуации на улице Рубинштейна, которая, скажем так, сложилась очень странным образом. То есть мы пишем везде и всюду, то есть жители борются, да, за права не только свои, но и всех остальных, а те, которые инстанции должны действительно, значит, привести в порядок, допустим, то же самое общее имущество. То есть они должны были давным-давно уже вскрыть арку, в которой, извините, он незаконно чего-то там понастроил, да, и используют ее в своих коммерческих целях. Кроме того, значит, он еще и нарушает вот эти все, значит, санитарные нормы, срывает кломбы. Мы обращаемся в Роспотребнадзор, а Роспотребнадзор не выходит по нашему почему-то обращению, значит, говоря, что у них нет времени и что у них много, значит, каких-то еще адресов, хотя прекрасно понимают, мы известили, что там проводится массовое мероприятие, пришлось человек 300, да, то есть мы попросили, придите, пожалуйста, печатайте еще раз, ну, чтобы хотя бы не подвергать угрозе жизни других людей, потому что те же купили билеты в этот самый бар. Так вот, я хочу сказать еще что, значит, сегодня... Сейчас мы еще отдельное видео...